В эфире телеканала Самара ГИС. При своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Бизнес с неограниченной безответственностью. Конец января в Самаре знаменовался сразу двумя скандалами, разгорающимися на разных концах города, суть которых сводится к одному – поединку между совестью и алчностью. По одной сторону баррикад горожане готовы до последнего биться за свои права, по другую – коммерсанты, которых красноречиво дали понять, что им на эти права, да и на собственные обязанности просто-напросто плевать. Главное – мошну набить. О скверном деле, что задумали хозяева торговой сети «Магнит» вырубить вековые дубы, я не раз рассказывала еще год назад, и, казалось, история – это давно в прошлом. А нет, дельцы просто взяли паузу. И вот над уютным сквериком, что неподалеку от Колизея, вновь стали сгущаться тучи. Вот эта дубовая роща – это, в общем-то, символ нашего микрорайона. И во время войны наши предки, низкий им поклон, не спилили ни одной ветки здесь. Они оставили нам, потомкам, такое чудесное наследие. Вместо того, чтобы его сохранить, почему-то идет все для того, чтобы это разрушить. Мы везде писали, и, слава богу, мы отстояли. И мы думали, что, в принципе, уже все, тема закрыта, да. Тема закрыта, здесь никто не строит, но через сколько там, полтора года? Полтора года – два, а пять. Противостояние районного масштаба, что тянется уже четыре года, было все – и поражение, и победа, и проклятие, и молитвы. Не надо убирать, не надо, руки, уберите, пожалуйста, уберите руки. Молодой человек, покажите, 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 выключите. Молодой человек, пожалуйста, победы православным христианам. Это будет уже третий крестовый поход магнитовцев против Дубравы. С почти маниакальным упорством они собираются строить здесь очередной свой гипермаркет. Действительно, больше ведь негде. Дважды барыжники возводили строительный забор. И дважды вынуждены были отступить. Первый раз забор снесли сами жители. Во второй – это было в конце 2013 года уже сотрудники администрации Кировского района. Топор войны здесь откопали еще во времена мэрства Тархова, отдали землю в аренду некой фирме Орлана. Эта сомнительная контора, как удалось выяснить, защитникам сквера с самого начала действовала, мягко говоря, нечистоплотно. Как мне известно, что в Минстрое это был участок, им подано заявление вообще, что как будто он без деревьев, то есть просто какая-то земля, вот им надо там типа для строительства гипермаркета. В дальнейшем это Орлана, как показалось, это фирма «Однодневка», она там просто существовала 15 дней, там она была открыта, на нее все оформлено, закрыто, и все права переданы уже непосредственно самому застройщику, это зал «Тандр». ЗАО «Тандр», владелец продуктовой сети, не сразу проявился. Стройку решил начать тогда, когда де-факто потерял права на землю, накопив перед областным Минстроем долг за аренду. Почти 9 миллионов рублей. И ведомство расторгло договор с коммерсантами. А Самарская мэрия аннулировала разрешение на строительство. Это было почти полтора года назад, после чего последовали затяжные арбитражные бои. Но завершились они, увы, не в пользу вековых дубов. Мэр Самары Олег Фурсов, поручивший правовому департаменту срочно найти выход из тупика, назвал ситуацию парадоксальной. Все мы хотим жить в цивилизованном обществе, иметь цивилизованные отношения. И когда коммерческие структуры с завидным упорством пытаются настаивать на том, чтобы вырезать вот такие прекрасные деревья, мне это непонятно. Я думаю, что руководству магазина «Магнит» нужно очень крепко подумать на том, стоит ли вообще идти против воли жителей города, против мнения и мнения городской администрации интересов коренного населения. И наставить на том, чтобы срубать эти прекрасные деревья. Тут генеральную прокуратуру надо действительно написать, пусть проверит это решение суда. Это земля сдавалась как пустой, не обремененная никакими деревьями. Это уже подлог документов. Это во-первых. Это подлог документов. Это подлог. Прокуратура должна проверить. То есть должна была проверить. Это для суда. Почему суд не рассматривает, суды арбитражные не рассматривают, вот именно не копают вглубь наши российские суды. Арбитражные суды. Какие интересы они защищают? Чьи интересы они защищают? Одного человека, одной компании, богатой компании, тем более Краснодарского, одного человека, который будет здесь зарабатывать деньги. Или мнение вот тысячи, десятки тысяч человек, которые здесь живут. Кошмарит не бизнес, а кошмарит народ. Я вот тоже не вдумеваю, зачем магнитовцы с такой страстью кошмарит население. И случай со сквером не единственный показательный. Ведь давно уже стали притчей во языцах магнитовские фуры, припаркованные как попало, перекрывающие все въезды и выезды, и разбивающие вдрызг. И без того многострадальные дворы. На дорогах эти махины ведут себя тоже, мягко говоря, неадекватно. Свежий ролик на ютубе. Магнитовский водитель, решивший погонять на трамвайных рельсах, предсказуемо застрял, собрал огромную пробку на Ставропольской и кучу комментариев в сети, их самый доброжелательный из которых, цитата, «за такое отношение и правда хочется предать анафеме как этого дебила, так и всю сеть». Почему по городу нет брошенных фур Перекрестка или Ашана, а с этим магнитом одна и та же проблема? Конец цитаты. Но может хамство – это такой корпоративный стиль? Не снимайте, я сейчас камеру разобью. Ты что, не понимаешь? Заплатите, потом снимаю. Камеру снимай, а не меня. Ты что, сюда меня пришел снимать? Нет, я магазин снимаю. Вот снимай тогда. Я товарищей своих снимаю. Вот мой товарищ в кадре стоит. Вот снимай его. Да, стоите, решайте примерно. Отдаете гниль всякую. Да, да. Этот ролик был снят в Москве, но и в самарских магнитах активистам, ищущим просрочку в магазинах, отнюдь не рады. Почему? У вас нет разрешения на разрешение. А зачем мне разрешение? В отец. Это общественное место, я могу здесь снимать сколько захочу. Ну, мало, я не хочу, чтобы просрочку продавать. Убрал? Да, убрал. Да, да. В магните, расположенном на выезде из Самары, в поселке Волжский, волонтера Союза потребителей несколько тележек до отказа заполнили просроченными соусами. В центре города ситуация не лучше. В магазине на Красноармейской целая полка подпорченной продукции. Думаете, магнитовцы раскаялись и быстро все убрали? Не тут-то было. На чистом глазу продавец стал уверять, что впервые видит эту продукцию. А что это? Не знаю, вы с собой принесли. Мы с собой вот это все принесли. У вас камеры есть? Сюда они не попадают. А куда камеры попадают? Камеры вот на колбасу попадают. Ну вот, давайте посмотрим тогда с камер. Кто куда, что подложил. И там еще семь пачек. Вы утверждаете, что мы их с собой принесли? Да. Вот может пару позиций вылезти излишком, но не столько. Сколько не столько? А мы можем столько принести? Пожалуйста. В чем, в карманах? В карманах. В пакете. Вот такой вот цивилизованный бизнес. Интересно, какую версию выдумают эти горе-продавцы, когда к ним не общественная организация нагрянет, а уже Роспотребнадзор. Может, владелец магнита, господин Голицкий, житель Краснодара и не в курсе, что творят его самарские подчиненные. Но так давно пора вмешаться. Ведь тот же скандал с вырубкой вековых дубов уж точно выйдет за пределы Самары. При этом что теряет магнит, если отступит от сквера? Ничего. Городские власти подчеркивают, что готовы пойти на компромисс и предоставить коммерсантам другой участок. Так ради чего тогда упираться? Гипермаркет, построенный на пеньках и проклятиях окрестных жителей, уж точно прибыли не принесет. У нас это единственная парковая зона в нашем микрорайоне. То есть действительно выйти нам некуда. Здесь столько детишек вот на этой лужайке сделали свои первые шаги. Вот на этот маленький микрорайон у нас есть четыре гиганта, торговые гиганты. То есть не обделены? Мы не обделены, да. Торговыми гигантами мы не обделены. И еще один торговый гигант нам просто не нужен. Многоквартирный вопрос. Лазейка в законе воспользовались и предприниматели, которые прямо в центре города, на улице Красноармейской, пытаются построить высотку под вывеской частного дома. Небольшой скромный коттедж, этажей на 10 с офисными помещениями. Но операция под прикрытием провалилась. Бдительные соседи забили тревогу и вызвали подмогу. Председателя Самарской городской думы Александра Фетисова, прокурора района, сотрудников городского департамента строительства и стройнадзора. Бизнесмены эмоциональную встречу предсказуемо проигнорировали. Два этажа отдаются под офисы. Значит, 8 этажей. Там где-то около 70 квартир. Где машины будут располагаться? Парковки нет. Вот он, наш подъезд, выходит на наш вот этот маленький двор. И что мы дальше будем делать? Тройнадзор со своей стороны, да, меры принимал, да. Но они настолько смехотворные, эти штрафы, да, что они, что слону дробина. Да, они дальше, значит, караван, собака лает, а караван идет дальше. Ну, я думаю, что мы подошли уже к такой точке, да, в которой уже нужно там принимать соответствующие меры. Потому что, ну, это совершенно наплевательское отношение на людей. Хамское, да. Смутные сомнения жителей ближайшей от стройки двухэтажки начали терзать еще год назад, когда в их дворе только начали рыть котлован. По документам, некая гражданка Ольга Мельникова землю приобрела якобы под индивидуальное жилищное строительство. Но истинный замысел коммерсантов стал очевиден, когда в июне на публичных слушаниях жители воочию лицезрели проект десятиэтажного дома. Народ, понятно, возмутился. Строительство высотки нарушает все мыслимые санитарные нормы, дает нагрузку на и без того изношенные коммуникации. К тому же здесь близко расположены грунтовые воды, что, в принципе, ставит под вопрос безопасность объекта. Но все эти доводы на результаты голосования не повлияли. Первый подсчет был в нашу пользу, в пользу жителей. Вдруг подбегает какая-то женщина, ой, нет, это неправильно, сама идет, подсчитывает эти голоса, и получается, что перевес уже, да, было 49 человек объявляли, стало 47, два человека исчезло из подсчета голосов, и перевес стал в сторону застройки. Ну, этот беспредел нужно прекращать. Не были зарегистрированы наши, два человека, не были зарегистрированы люди, которые водят детей в детский садик, восемь мамочек, их не взяли. А со стороны застройщика были, в общем, рабочие, рабочие. И перевес был в один голос, 23-24, мы проиграли как будто бы, да? Хотя нужно быть сумасшедшим, чтобы согласиться здесь, чтобы тут было 10 этажей. Согласия на 10 этажей дельцы не получили и у властей. Разрешения на строительство как не было, так и нет. Но пока объект не превысит трех этажей, что допускает в изведении частного дома, законного способа воздействия на госпожу Мельникову нет, уверяют силовики. Если будет свыше трех этажей, мы можем говорить о том, что у нас есть сомнения в безопасности этого строительства, и, соответственно, и уже администрация города, либо прокуратура, либо даже стройнадзор, уже могут выходить в суд не о сносе, а о запрете строительства. И я уверен, и такое решение будет. Вы сами видите, это ИЖС идет? Мы видим, что это не ИЖС идет, но в законном определенном порядке мы не в суд выйти не можем на данном этапе. А зачем это так? А мы его не разрешали, поймите. Мы его не разрешали. Да тем более, если это беззаконное такое. Впрочем, незаконная стройка дело не ограничилась. Застройщики, по словам жителей, уже начали продавать квартиры в несуществующем доме. Этот факт, уверен спикер Гордома Александр Фетисов, вполне может лечь в основу уголовного дела. Здесь мы видим, что не то что благо, элементарные права людей, проживающих в этом доме, они нарушены. И делается это все откровенно наплевательски и на людей, и на власть. Более того, есть признаки и мошеннических действий. Сегодня будет мною направлено в прокуратуру уже с дорожного района заявление с просьбой о проверке. С проверкой силовикам уж точно нужно поспешить, иначе к возмущенным жителям двухэтажки добавится еще и толпа обманутых дольщиков. Объявление о продаже квартир в мифической десятиэтажке на Красноармейской легко можно найти в интернете, что мы и делаем жительнице дома, оказавшуюся в эпицентре стройки. Евгения Михайлова еще в декабре вышла на сотрудницу агентства недвижимости «Цель», которая предложила ей квартиру на Красноармейской по 43 тысячи рублей за квадратный метр. В этот раз риэлтор была не менее красноречива. «Земля там у них в собственности, поэтому ликвидное строительство, подъездный дом, там все свои живут. У нас сейчас по своим очень много квартир прошло. Они даже на сторону никому не хотят продавать». «А разрешение там, то есть у них все это закон вообще как бы…» «Все у нас есть, да. Девять либо десять сегажей вот это вот сейчас вот до сих пор еще не решено». Риэлтор сначала охотно согласилась показать документы, но встреча сорвалась. Минут через десять девушка перезвонила и сообщила уже новую версию. «Мы пока, говорит, сейчас ничего не будем продавать. Ну, если что в стране какая-то ситуация непонятная. Либо цены обрушатся, либо повышатся. Поэтому они пока…» «Из-за кризиса?» «Да, да». «А когда лучше вообще перезвонить, вот чтобы…» «Ну, потому что я очень заинтересована вот приобретением». «Ну, это в марте, наверное». Видимо, шумиха в прессе все-таки сработала, и коммерсанты решили на время затаиться. Впрочем, стройку, по словам жителей, у которых закон открывается, прекрасный наблюдательный пункт, они и не думали замораживать. «Конечно, как же от нас скроешься? Это вот сегодня почему-то тишина. Вчера у них спокойно ездила эти краны, они переставляли. Ничего не остановилось, все каждый день, пожалуйста. Ради бога, да, 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 конечно, каждый день у них техника. Плиты привозят, кирпичи привозят. Дальше мы что, мы столкнемся с толпой дольщиков брошенных. Естественно, законодательство будет на стороне дольщиков. Оно не посмотрит уже на наше мнение. Они, естественно, заселят людей, которые потратили деньги». Ну что ж, надеюсь, этим опасением не суждено будет оправдаться. Главное, что стройка привлекла к себе столько внимания. Ставлю пока многоточие, обещаю следить за развитием событий. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся.